Подвальное помещение, да. Здесь будут всякие разные подсобные помещения, которые будут разделяться стенами. В алтарной части будет спуск сюда, а тут лестница винтовая. А еще здесь будет кухня и трапезная. Все это для служителей храма Святой Блаженной Ксении Петербургской. Для прихожан будет открыта лестница не вниз, а наверх, в колокольню. Высота храма составит почти 30 метров, площадь чуть больше 650 квадратов. По вместимости он будет чуть меньше кафедрального собора на Орелочном. А еще в новом соборе появится баптистерий – место для крещения. От латинского слова «баптизио» – погружение. На этом месте будет стоять крестообразная купель. Человек сможет в нее погружаться полностью при крещении. Баптистерия нет ни в одном храме Благовещенска. Строительство храма в микрорайоне началось в мае. Подрядная организация заложила фундаментную плиту, сейчас возводит сокольный этаж. Денег хватит максимум на строительство несущих стен. Стройматериалы сильно подорожали, говорит настоятель храма, отец Георгий. Смету составляли до кризиса, и тогда, по подсчетам, нужно было около 70 миллионов рублей. Церковь строят в основном на пожертвования. Если ждать, когда мы накопим эту сумму денег, получится, как в той восточной притче, невеста, которая ждала, когда приданное соберут, вышла замуж 80 лет. Мы не можем ждать 80 лет. И мы верующие люди, мы надеемся на милость Божью, верим в то, что Господь поможет. Поэтому мир не без добрых людей. Рассчитывать на финансовую помощь других приходов во время кризиса не приходится. Поэтому, когда настанет период ремонтно-отделочный, настройки будут рады видеть добровольцев. По проекту храм должны достроить через два года. Но духовенство допускает, что стройка может затянуться максимум на пять лет. И это, по словам настоятеля, нормально, ведь православная архитектура требует больше времени. Наталья Погодаева, Степан Юдинцев, Альфа Новости.